30 марта состоится долгожданный, яркий и очень важный матч в концовке регулярного чемпионата женской суперлиги. В гости к обладателю Кубка страны Динамо Акбарс приедет действующий чемпион России Калининградский локомотив. Уважаемые болельщики, мы приглашаем вас на трибуны Центра волейбола, чтобы воочию увидеть один из центральных матчей оставшейся части регулярки. Напомним, что эта встреча должна была пройти еще в январе в Калининграде, но из-за эпидемии коронавируса в составе Лока не состоялась и была перенесена в Казань, где команды уже играли в октябре, тогда еще в малом зале, и команда Андрея Воронкова была сильнее со счетом 3-0, надолго захватив лидерство в турнирной таблице чемпионата. Именно эти команды должны были разыграть суперкубок страны, но по разным причинам в итоге трофей так и не будет разыгран. Правда, цена победы в предстоящей встрече невероятно высока. Абсолютно согласна. Согласна, что как раз сейчас чемпионат выходит на такую, ну, все равно, наверное, ближе к завершающей стадии. Тоже Калининград, да, он нестабилен, но у них есть время, чтобы залатать дырку от уезда легионера, и они тоже в хорошей форме у них там. Есть центральные, уверенные, сильные, высокие, которые и приносят очки в атаке, и на блоки. Динамо Кбарс на сегодняшний день лидирует в турнирной таблице, но для победы в регулярке и преимущества домашней площадки на всех стадиях плей-офф еще предстоит серьезно потрудиться. Помимо Лока у команды Решата Гелезудинова также игры с Тулицей, занимающей четвертое место, и Енисеем, который отчаянно бьется за плей-офф. Эта встреча станет седьмой в марте для казанской команды. Динамо подходит к нему с серии из четырех побед, но этот месяц получился очень непростым. Тяжелые гостевые победы над Протоном и Динамо Метар со счетом 3-2 и поражение от московского Динамо 0-3 не оставляют права на ошибку. Возможно и хорошо, что небольшой спад настал сейчас, а не во время решающих матчей. Да и к тому же сказался кратковременный отъезд Саманты Фабрис на восстановление после травм. По результату видно, что, ну и по качеству игры, что не все хорошо, не знаю в чем. Возможно связано с тем, что готовимся к финалу, ну именно физическая подготовка идет, стараемся как-то больше времени проводить в тренажерном зале, больше нагрузки идет. Но сейчас вся команда в сборе и планомерно готовилась к предстоящей важнейшей встрече. Любопытно, что волей календаря команды из топ-4 сыграют друг с другом как раз в последних турах чемпионата. И тот, кто проявит себя лучше, получит преимущество в плей-офф. В рабочем режиме, да, я не знаю, как, так, все-все, я не шучу, потому что, да, действительно у нас была такая хорошая работа в таком грузовом нагрузочном режиме, потому что игры вот с Липецком показали, там как раз вступили чуть партию, но все равно это все подготовка к плей-оффу, подготовка к завтрашней игре. Для Локомотива постчемпионский сезон получается неоднозначным. На старте казалось, что именно железнодорожницы в отличной форме с мощным составом являются главными претендентками на победу в чемпионате. Красно-зеленые впервые в истории вышли из группы в Лиге чемпионов, но в плей-офф, как и двум динамовским коллективам из Москвы и Казани, сыграть так и не удалось. А вот в финале Кубка России в Санкт-Петербурге команда Решата Гелезудинова переиграла Локомотив в финале со счетом 3-0. Возможно, у них те же проблемы, что у нас, возможно, там тоже идет какая-то подготовка, где они уделяют внимание физическим нагрузкам, может быть. Также тот фактор, что они потеряли основного игрока, можно сказать, ну, одного из основных нападающих. На этой позиции у них тоже есть такая ротация, на эту позицию ставят либо Воробьеву, либо Стальную. Мы уже увидим завтра, какую они расстановку выберут и направление их игры. Только вот сейчас Локомотив сильно изменился. Бьянка Буша так и не смогла восстановиться от травмы и покинула команду. За ней проследовала и польская диагональная лока Мальвина Смаржек, которая была вынуждена расторгнуть контракт, хоть и являлась одним из лидеров клуба. Плюс тяжело прошла эпидемия коронавируса, которая вынудила команду перенести множество матчей. И вместо того, чтобы обойти казанский коллектив после поражения от московского «Динамо», лока неожиданно уступила в Красноярске 2-3, а потом и в сухую проиграла тому же московскому «Динамо». Правда, после этого дома была одержана важнейшая победа над «Тулицей». Теперь состав локомотива не выглядит столь монструозным, как на старте сезона. Но при этом в нем достаточно квалифицированных имен. В лидерах, конечно же, Ирина Воронкова, главный бомбардир команды. Пасует ей опытная Ирина Филиштинская, еще одна экс-волейболистка «Динамо Акбас». Плюс блокирующие Евдокимова, Зайцева и Бровкина. В диагонали теперь играет Анастасия Стальная. А Мария Воробьева и Татьяна Ежак помогают Воронковой доигровке. Хочется как раз с максимально сильным, сложным соперником найти себя. Расстраивает, что все равно это не суперкубок. Вроде, да, все аргументировано, что уже 22-й год. То есть и там, и на том... Ну, такие есть вроде, да, там какие-то кусочки оправдания. Я думаю, больше там даже со стороны локомотива. Но все равно хотелось там звездочку на наш плакат. Возможно, кубок. То есть, мне кажется, это все равно важно для любой команды. Принципиальный матч между «Динамо Акбарс» и «Калининградским локомотивом» состоится 30 марта в 19 часов по московскому времени. Мы будем очень рады видеть вас на трибунах Центра волейбола. А у кого такой возможности, к сожалению, нет, то непременно включайте прямую трансляцию на телеканалах «Матч ТВ» или «Матч Страна», а также на интернет-порталах «Матч», «Спортбокс» и «ТВ Страна». Фонд а по москому времени еще дом! И до сих пор. КакIES ПОМОНОМ 안